Зеленский, партнером. Хотите, чтобы мы с россиянами говорили, дайте оружие. Украина не прочь начать говорить с представителями Российской Федерации. Но для начала нужно усиление, чтобы разговор состоялся на равных. Об этом сообщает новости Украина, со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского, в эфире телемарафона. Если у нас есть соответствующее оружие, даже если есть от всех положительная поддержка плана победы, это уже шаг вперед. Ты уже находишься в другой ситуации, заявил президент. Он отметил, что Украина не прочь начать переговоры с Россией, однако при одном условии. Уж когда ты разговариваешь на той или иной площадке с россиянами, потому что партнеры их видят повсюду, мы не против. Мы им говорим, вы хотите, чтобы мы с россиянами говорили? Так усилите нас. Чтобы мы сидели за столом равноправно, а не чтобы стул где-то там в стороне стоял, подчеркнул Зеленский. Переговоры России и Украины. Напомним, что ранее Зеленский поддержал решение СНБО, исключающие диалог с диктатором Владимиром Путиным. По его мнению, для возобновления переговоров Россия должна вывести войска, сменить политическое руководство, признать свои преступления и передать организаторам войны под суд. Однако недавно в СМИ появилась информация, что Шульц хочет провести телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Интересно, что последние телефонные переговоры между Шульцем и Путиным состоялись еще в декабре 2022 года.